Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю в период с 17 по 23 апреля 2023 года. Сегодня я работаю с холодами темный особняк, а также оракулом ведьма на каждый день или оракул повседневной ведьмы. Будем смотреть, что же готовит эта неделька. Позитив, негатив и совет. Справедливость, туз, чаш и девятка мечей. Карты, которые говорят о ситуации, что если вы переживали, нервничали из-за экзамена, проверки, судебных дел, бракоразводного процесса, или вы думали подавать там повторный иск или не подавать, то все это для вас завершится в позитивном ключе, в позитивном русле. Опять же, если вы переживали из-за чьей-то критики, осуждения, ну по принципу знаете там как хайп в сетях или там вопрос черного пиара, но знаете, говорю, пиар тоже пиар, для вас это ситуация, которая выходит в плюс. Если вдруг были стрессовые ситуации, неврозы, психоэмоциональные нарушения, то грамотная диагностика и толковый специалист помогут вам в решении этих вопросов, этих задач. Опять же, если вы боялись выхода ваших чувств, осуждения, в плане там вашего признания, или кто-то боялся сделать камин-аут, то вот здесь по этим картам это наконец-то пришло время не бояться высказать свои эмоции, свой посыл, не бояться критики, осуждения и, то есть, знаете как, оценочного осуждения публики. Если рассматривать эту триаду карт с точки зрения личной жизни, что же у вас здесь? Для тех, кто у нас свободен по тройке Пентакли, на повестке дня будут встать вопросы все-таки работы. Здесь может быть ситуация, я не могу назвать ее служебным романом, но проявление знаков внимания по отношению к вам, со стороны коллег, сослуживцев. И вы можете бояться, что это негативным образом отразится на вашей карьере, на вашей службе, поэтому здесь это может быть ситуация, как еще расставить точки над «и» с вашим поклонником или поклонницей. Если вы у нас в любовных треугольниках, то шестерка Пентакли – это в первую очередь призвать вашего партнера или партнершу к ответственности, то есть нести какие-то обязательства, оказывать вам какую-то помощь, не только моральную, но и материальную, потому что по этим картам вам кажется, что вы остались один на один со своими проблемами. Так вот здесь не бояться попросить о помощи, не бояться попросить о поддержке и не бояться призывать к ответственности, то есть к решению совместно каких-то вопросов. Если вы у нас в стабильных союзах по Тузу Пентакли, если это вопрос бракоразводного процесса, то мировое соглашение, которое вам на руку, потому что здесь еще и хорошо по помощи этого заработать, обогатиться. Если вопрос касается быть или не быть, вот в чем вопрос, выходить замуж или нет, или там жениться или нет, то по этим картам – да. Несмотря на ваши внутренние переживания и страхи, но это больше как тремор перед этим событием. Если карты будем смотреть с точки зрения работы и заработка, для тех, кто у нас не работает и работать не может, по семерке чаш – это пребывать в иллюзиях, потому что вы боитесь критики, оценочного осуждения и того факта, что вы будете невостребованы. Но тем самым себя обгоняйте в невозможность реализации вашего таланта и тем самым теряйте возможности перспективы заработка. Поэтому задумайтесь над этим. Если вы у нас соискатель, по четверке чаш – это, знаете, как ситуация отчаяния, разочарования, это боязнь проходить собеседование. И вам кажется, что, допустим, вы какое-то собеседование здесь провалили, хотя туз чаш и девятка мечи показывают обратное, но так как вы, допустим, еще не знаете ответа, либо не получили ответ, находитесь в таком апатинно-депрессивном состоянии. Если вы у нас наемный сотрудник по Королеве Жезлов, это высокая оценка ваших заслуг, вашего трудолюбия. Это может быть индексация заработной платы за счет выполнения каких-то проектов, за счет стажа вашей работы. Вы здесь можете бояться, что не пройдете какую-то проверку, какой-то экзамен, или не пройдете верификацию. Но по факту, как показывают арканы, опасаться вам здесь нечего, вы все пройдете легко и с успехом. Если у вас свой собственный бизнес, дурак говорит о вашей боязни начинать новое. То есть, возможно, вы хотите погрузиться в новую структуру, в новый бизнес, в новую идею. Опять, страх в плане того, что затянется легализация, получение справок, лицензии и прочего-прочего. Стоит ли это делать? Будет ли это оправдовано? То есть, оправдаются ли в принципе ваши усилия? Но карты говорят о том, что ваши страхи здесь напрасны, потому что туз чаши, девятка мечей, это как перебори себя, свое внутреннее состояние, свой какой-то эмоциональный застой, и все получится. По состоянию здоровья я вам уже объясняла. Это как чекап-лист, это вопросы проверки, диагностики. Но тут больше идет как стрессовый фактор. У кого-то может быть как затяжная депрессия, с которой нужно будет работать. Что у нас здесь в негативе? Тройка чаш, паш чаш, паш жезлов. Здесь, как правило, могут возникать конфликты отцов и детей, или внуков, у кого они есть, из-за их общения, их окружения, или их увлечения. Ну, по принципу, там, не знаю, сейчас молодежь вся там в тиктоке, в каких-то видеозаписях, или, не знаю, в каких-то секциях, которые вас могут не устраивать. И вы будете оспаривать с ними их увлечения, их общения, и, как следствие, натыкаться на, тоже, опять же, не то, что на критику, на непонимание. Опять же, если смотреть по этим картам в негативе, это могут быть натянутые отношения с друзьями, с вашим окружением, потому что здесь могут быть сплетни и пересуды, осуждения ваших поступков или ваших действий. Но, могу вам сказать так, думайте о себе, о своей зоне комфорта, не бойтесь какой-то осуждения или критики, потому что живем мы один раз, а осуждать вас будут всегда, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались. Если смотреть непосредственно рекомендацию, у вас даже рекомендация вторит, она говорит, семерка жезлов, что борись за свое, иди до конца, стой до конца, выгрузай зубами вот то, что ты хочешь, к чему ты идешь. Кроме тебя этого никто не сделает. То есть, если вы рассчитываете на то, что вам кто-то что-то принесет на блюдечке с голубой каемочкой, это не так. Придется здесь попотеть, но это будет оправдано. Посмотрим с вами еще неожиданность, что здесь, какова здесь ситуация. У вас даже карта, посмотрите, какая вам вышла карта, следуй за мечтой или следуй за мечтами. То есть реализуйте свою мечту, то есть чего вы хотите, к чему вы стремитесь. Будь то партнерство, личные отношения, или будь то какая-то идея, которую вы хотите оплатить. Не нужно бояться. Вот у вас есть в руках все инструменты, у вас есть опыт. Нужно только, как говорится, шагнуть вперед. Опять же, вот здесь не зря, видите, разбросаны руны, рунические ставы. Есть поддержка от высших сил, есть поддержка извне для реализации того, что вы задумали. Повторюсь, будет и новое дело, новые отношения, начинание, работа. Это настолько для вас будет перспективно, что вы сами удивитесь тому, как это будет легко, с радостью, с комфортом, реализовано. И принесет вам и удовлетворение, и счастье, и просто новые возможности, потому что вы будете гордиться собой. По этой карте это когда вы сами себя хвалите за достижение цели, что вы не опустили руки, не сдались, а пришли к тому, о чем вы мечтали. Это само по себе прекрасно. Посмотрим, насколько знаково неделя. У вас здесь лежит один старший аркан в позитиве, то есть, как я говорила, экзамены, оценочная критика, осуждение. Но это все пройдет легко. Я закрою вам двумя тузами эту неделю. И арканом дурак, чтобы все ваши начинания, чего бы они не касались, особенно если еще касается детей, каких-то проектов, связанных с детьми, это шло вам только в плюс. Поэтому пусть так и будет. Не бойтесь рисковать. Вам это сейчас нужно, как никогда. Но от вас я жду обратной связи по прошествии периода. Не забудьте поделиться вашим энергообменом относительно того, как для вас отыгралась эта информация и этот расклад. Я вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok